В Приднестровье первая партия вакцины от коронавируса поступит в конце февраля-начале марта для медработников. На заседание Оперштаба сегодня доложили, в медучреждениях сейчас проходит ревизия холодильного оборудования. На контроль прошу взять этот вопрос в части приобретения либо ревизии тех холодильных устройств, холодильников, которые будут предназначены для хранения вакцин. Первая небольшая партия вакцины Pfizer, предназначенная для медиков, которые работают с коронавирусными больными, должна прибыть в конце февраля-начале марта. Для ее перевозки и использования в Приднестровье уже разработан протокол, позволяющий учесть все требования производителя. Минус 70 транспортируется от производителя на национальный уровень. С национального уровня к нам она будет доставлена, окутанная сухим льдом, где, безусловно, температура будет немного как бы выше, не минус 70, и повторное замораживание ни в коем случае не должно произойти. То есть мы, когда мы ее привезем, мы обязаны по всем требованиям поместить в холодильное оборудование с температурой хранения от плюс 2 до плюс 8, но самая главная задача ее использовать до 5 дней. В Центре гигиены и эпидемиологии сообщили, что поступление первой значительной партии вакцины от коронавируса ожидается в мае. К этому времени закупят холодильники, позволяющие обеспечить температуру, необходимую для длительного хранения препаратов. Еще один вопрос, который обсуждали на Оперштабе – возобновление работы Дубоссарского центра реабилитации с детьми-инвалидами из других населенных пунктов страны. Президент отметил, что центр должен оказывать им помощь даже в условиях пандемии. Сейчас решают, как организовать тестирование и безопасность как детей, так и взрослых. Конечно, общая столовая, общая игровая. Мы планируем, что дети в течение дня смогут пройти процедуру, пройти занятия, но при этом какое-то время находиться и с нашими детками в группе, потому что игра, общение – это тоже очень важная часть социальной реабилитации, поэтому не хотелось бы изолировать. Первую группу детей на двухнедельный курс реабилитации наберут к середине марта. Они пройдут обследование, с ними будут заниматься логопеды, дефектологи, психологи и массажисты. С мамами будут работать психологи.